так всем добрый день сегодня у нас 15 октября 2016 года все очень распереживались о том что нету новых видео но я как и обещал будет хотя бы раз в неделю вас видеоролик на самом деле не хватает немножко времени потому что работа работа хочется кушать надо зарабатывать стремиться в общем буду потихоньку снимать у меня еще два видео в обработке даже три на одно постройки два видео из новороссийска прогулка по набережной и был на флагманском крейсере тоже экскурсию снял и думаю скоро вы ее тоже увидите сегодня я буду снимать для вас много так что будет начал у нас возле лог витязь это примерно недалеко от конечно 128 маршрутки очень многие ездили летом сюда на пляж те кто отдыхали витязь его сейчас я вам все буду показывать рассказывать что вам было интересно посмотреть в общем здесь находится остановка вот этот сам лог витязь это выход у них на море там ход центральный у них и смотрим так вот она остановка это уже на выезд и с той стороны просто останавливается 128 маршрутка туда дальше вот поэтому проезду вылез на бугарскую косу на полигон от прошлого видео я снимал в том районе здесь можно выйти и было пройти к пляжу сейчас мы посмотрим также это вот база отдыха слава здесь ну и туда там несколько еще разных старых баз отдыха вообще как бы стимулом к развитию вообще этого места послужило строительство лока витязь здесь был полигон как вы плавник можно сказать не полигон полигона я уже не застал от них только разваленные дзоты там и провода выкапывали на месте сдавали ну как я траншеи видел сам еще не копал лопату туда держать мог маленьким тоже бы поучаствовал разворование советской истории в общем потом после него началась бфв стройка сюда проложили дорогу после лока витязя он здесь благоустроил сделал сначала бетонная дорожка была потом сделали тротуар проход к морю и за ним начали подтягиваться то есть я даже слышал что здесь участок у филиппа корова возле бархана был продали купили в общем вот построилась буквально недавно тоже какая-то база отдыха раньше не поверите здесь был пустырь никого не было море спокойно до сюда волны докатывали здесь рыбка плавала там где сейчас выход по улице мира тоже была прорва была первая раньше считалось я не знаю многие помнят нет на базе отдыха дюна было озеро у него там с моря когда волны перескакивали барханы выносила пеленгаз а потом мы пеленгаз в этом озере ловили в общем сейчас мы идем по проходу к морю довольно таки интересно вот видите я больше всего не что-то лок видишь наводит порядок обрезку деревьев сильно громко будет наверно пойдем обратно по тротуару в общем он тоже очень красивый проход вот эти все деревья все богоустройство это все на совесть лока витистое освещение ну что лок видишь пытается работать как бы круглогодично я когда-то так пройдем этот посмотрите налево посмотрите направо база отдыха марины всякая всячина там тоже нарезаны участки строились дома одна на другой проходов проездов нету практически вот так вот все летом работает вот сейчас в таком состоянии стоит хотя как бы видел люди гуляют даже сегодня он только что когда сюда приехал пока настраивался подключался прошлись кое-какие люди в шортах майках то есть погода в принципе благоприятствует хотя по градуснику у нас вы показываете по прогнозам на сегодня 10 максимум до 12 тепла должна разогреться я сказал градусов где-то 18 точно есть потому что я ехал в кофте думал на море приеду холодно будет ну вот я расстегнул блин даже сказать жарковато все мы от него отошли от этого друга я уже забыл что это хотел рассказать пишите в комментариях расскажу в другом видео а по поводу лока витязя то есть я работал в нем поваром как работал я когда обучался на эту профессию еще проходил стажировку там вот что мне запомнилось и где жемчужине россии работал то есть там ну какие-то допуски недопуски свои в том смысле спустя там рукава каким-то критерием приготовления пищи можно было где-то относиться там все четко жестко все по букве как говорится как нас учили все там так и делали то есть вот как многие говорят приходишь на производстве тебе забыли чем у вас учили и будем делать так как но покажем здесь было все наоборот то есть пришли сюда и нам сказали вот как вы учили как у вас книжка было написано все точно так же надо продолжать делать то есть ничего своего от себя добавлять не надо было грубо технология приготовления там не пища допустим берем какую-нибудь банку да со склада и и обязательно то есть специальная раковина в которой моются эти банки отмылку помылись только после этого не открываются промолчу как там делалось каких-то других столовых вот такой опыт вот мне запомнился лок витязь именно вот этим вот здесь до сих пор остались отголоски той прорубы который вам говорил так вот залили с двух сторон бетоном в общем вода должна куда-то деваться многие даже не знают об этом отдыхая себе спокойно а раньше вот вот лок витязь первый когда сделал этот бетон то есть он положил трубы под него и вода спокойно протекала то есть если там где-нибудь получается это в сторону вот туда в сторону улицы мира если там вода переходит то она по идее истекает этот канал и течет уже бугарской косы как бы в лиман ну за локом все-таки не смогли не засыпать эту байду раньше сюда можно было заезжать на машинах видите кольцо парковочка сейчас вот видите перекрыл этот проход то есть сюда уже заезжать нельзя только там флакуешься дальше пещочком на самом деле это очень хорошо меньше транспорта возле моря считаю это только лучше если сейчас вот под моим видео в бугарской косе которая снимала там что там военный самозахват так далее написали что зам губернатора главы краснодарского края даже не знаю как там кто там его зовет вроде как вступился за бугарскую косу будет если она добавлена в реестр заповедных зонах то будет запрещен полностью въезд на нее на автомобилях то есть ну и будет она спасена я только за я против въезда на море на автотранспорте я против квадроциклов конкретно есть делайте какие-то зоны да допустим вот возле параллеи есть там какой-то круг они катаются не по крайней мере по кустам не ездят не уничтожают барханы не будет барханов будет также как в анапе ну беда и печаль о вот мне всегда вот когда только выходишь такой вид красота и он хотел бы хоть раз испытать это чувство когда человек я видел много раз ну что я работал общем вот в этом году даже взять все лето в начале все лето начали все лето отработал фотосессии в районе одиссеи и там ухты какой-то корабль там далеке он плавает если вы видите получается в начале барханов вот и там постоянно люди переходили ну взрослые как-то море там увидел и у взрослых там бурную реакцию на то когда они видели первый раз море но у детей мама мама это море а побежали вообще ништяки круто вот хотел бы хоть раз испытать эти эмоции но я живу на море самого своего детства его вижу как для меня мой друг товарищ брат поэтому таких эмоций у меня нет я очень люблю очень красиво и нежно какая погода я думал на море ветер как я не жалею что я сегодня все-таки получился у меня выходной все не планировал его брать ну там по работе так случилось что небольшая накладка с материалом только в обед его закупили нужно смысл работать как бы нету и получается сегодня полдня выходной в понедельник буду отдыхать а завтра буду когда все будет отдыхать буду работать ну зато сегодня погода порадовала вот видите на транспорте выехали стоят тут я против таких выездов в основу это очень много браконьеров так выезжают ставят сети в новороссийский прям наблюдал от на центральных приплывают лодка кидают сетку и уплыли вообще ништяк у нас думаете такое нету точно так же кидают сети вот рыбу в общем где же гибнадзор ты не думаешь на просто так постоять приехали хотя все может быть конечно прибор меньше уничтожали нашу флору фауну и вот мы двигаемся к моречку которому скучали многим не очень писали потому что юра где же где же где же сделаю фото на заставку и там солнышко люби столбов на фотку потом чуть дальше вовсю вышел gopro 5 кто-то хвалит кто-то хает но я все равно хочу себе gopro 5 надеюсь она поможет как бы более качественно снимать ролики хотя в принципе я особо не вижу различий между моим телефоном только единство что она меньше легче чем телефон и на моноподию я поставил телефон пытался с него снимать на бугатская коса видео и вот там вот видела все вот так вот чуть-чуть искажения есть небольшие потому что телефон широкий и вот то ветром то рукой как бы вот смотрите люди ходят по водичке спокойно видимость какая не знаю на видео будет видно нет ну то есть благовещенскую косу тоже все видно не мы одни вышли на море что погода благоприятствует она берем зум пошлите смотреть дальше что из себя представляет наши моречка недавно был помню вчера позавчера штормы вот она море уже отходит от них до куда выходила об черты пляжный вид все ништяк мы отдыхаем ништяк ништяк ракушки это прям возле волковитец даже надо на бугатскую косу идти то есть их вот штормом повыки носила просто в начале сезона приезжают очень много собирателей быстро собирают их не остается но мы сегодня пойдем далеко довольно таки посмотрим практически весь пляж я думаю планах дойти до жемчужины россии как минимум машину оставил дома сюда приехал как на маршрутке раз давно не снимал можно показать как зимой выглядят не зимой еще только а кстати сегодня середина осени 15 октября поздравляю с этой датой осталась еще зима весна и пол сентября осени и у нас опять снова будет лето ну хотя бы даже до середины весны то есть грубо два сезона погоды и мы с вами снова окажемся в жаре вот так вот надо отдыхать кайфовать 15 октября прошлом году было теплее в это время спокойно все купались посмотрим как будет дело обстоятельно центральном пляже мне кажется там все равно будут люди купаться ну предположение стройки будем увидим вот так вот выглядят зимой наши пляжики это еще много всего стоит мне кажется что большее количество этих сооружений должно будет исчезнуть своруют разберут столько металла стоит и кто не охраняет я думаю пропьют в россии живем и все-таки давайте вернемся до к морю море но и такое красиво красота когда мне просто этот фактиц смотрите от один штук и он за ним еще один маленький начать под коцаны вот он витязовский пирс все находится рядышком люди он идут час будут идти наверно соберут 8 осталось лежать считанные минуты у меня не нужны если три ракушки из прошлого когда по бугарской косе гулял собрал все остальное отпустил на волю выбрался самые красивые а будет стать может какой-нибудь конкурс придумать устроить о том чтобы подарить кому-то кстати прошу всех не забывайте подписаться на мой канал это очень важно мне очень приятно когда мою работу как бы которая делала для вас я сейчас мог лежать дома смотреть телевизор отдыхать после трудных трудовых будней читать что-нибудь для вас иду на море снимаю видеоролики как не одна девушка летом еще в начале когда только начинал эти видео снимать заявил то есть типа не рассказывайте мне что есть и на нет тины занимайтесь своей работой снимайте дальше видео девушка вообще-то все на добровольной основе делается не планировал пытаться зарабатывать на том что я снимаю видео делаю от души как говорится душевно в душу в общем лучшая благодарность это ваши лайки подписки комментарии буду благодарен за все и стараться отвечать от прошлого видео не мог долго ответить на комментарии потому что навалилась куча работы домой прихожу только пол девятого где-то вечера ухожу уже восемь утра на работе если буду сидеть на работе в телефоне то не буду ничего зарабатывать у нас ценник на все эти услуги строительные так не сверху поэтому чтобы что-то зарабатывать я тем более не могу делать быстро все что быстро получается некачественно борюсь качеством поэтому приходится немножко дольше работа чем те люди которые сделали и уехали не как бы здесь жить и работа в основном всегда с постоянными клиентами на лето ушел люди позвонили обратно вернулся работаем дальше виде водичка мутная после шторма тины нету она просто как песок поднят из-за этого как бы непрозрачно но все равно море красивая щумит я думаю будет слышно микрофон можно больше не конечно не брать ну я думаю небольшой боковой ветер есть может быть попадал бы так мы подходим к выходу номер два которых улица мира получается называется идеал сейчас я выйду я вот прошлое самое популярное свое видео снимал с этого именно прохода и до окомариминского выхода там где я живу получается вот так сейчас выглядит здесь он тоже кто-то лежит загорает ветер с берега из-за сдует какую-то красоту сооружают можно посмотреть вам заглянуть что-то пишу что пищите красиво понятно надо тоже чего-нибудь денег написать чтобы но заставка секунами сделать кстати кто-то может у нас из моих подписчиков занимается фотошопом или еще чем-нибудь умеет рисовать красивые логотипчики был бы благодарен на канал на мои видео там есть какая функция добавить логотип если есть возможность нарисуйте скиньте мне вконтакте буду вам за это благодарен есть одна хорошая моя подруга этом летом фотографировала она мне сделала мою группу вконтакте заставку за это и жене спасибо огромное но дальше мои просьбы пока не откликнулась она уехала в гости куда-то отдыхать в общем и не до этого так что если у кого-то есть возможность сделайте буду еще раз благодарен вам вот так вот выглядит центральный пляж мы к нему потихонечку подходим такая красота творится здесь здесь видите уже большинство всего уехала то что кинуто это те кто летом не каждый год работают а нам поставили что-то заработали все деньги скосили и по посваливали вот и не значит вот эти горшки они на самые первые появились вообще на литизовских пляжах с таких какие-то сооружения вот от них вот стоят лестницы и вообще ни разу не видел чтобы убирали вы закрываете пальчиком это буйок непонятный до чего он там одна на катера парковались вот он наш витязовский пирс мне так интересно кто ж хозяин этого пирса вообще кто кости так бабки кому идет откат вот было жутко интересно пирс в моем понимании когда я устроили насколько я был счастлив насколько я был рад то что вот у нас витязево появилось такое место там можно гулять вечером прогуливаться даже нету набережной по которой можно гулять как в анапе там геленджике я думал вот он пирс вот она красота но когда в этом году уже появился там ценник 150 рублей вплоть до того что он даже я сейчас уверен что сейчас будут просить столько же денег чтобы туда зайти это уже совсем бред то есть вы построили в море море то есть российская наша она не может нам принадлежать кому бы то не было там не вася не петь и то есть и даже жителям нашего поселка дружного витязева не доступа для того чтобы просто выйти прогуляться по мосту ну это уже самом деле печально доктор что даже отбрать там местные не местные жители также российская как и наше там все местное это море почему мы должны платить за это деньги кстати море видите как это шло вот по пирсу видно насколько отступила уровень воды вот сейчас ветер с берега то есть сразу вода упала я помню что как минимум еще три опоры стояли в водичке сейчас он вода ушла чайки кормление с голубями вместе подкармливать вот он получается у нас центральный выход на пляж а такая красота у нас здесь происходит и творится на свежем воздухе кстати вот насколько чувствую сегодня выспался хотел рассказать в инстаграме в контакте через инстаграм есть фотография выложил многие спрашивают как у вас тут с людьми там чем занимаетесь летом ой не летом зимой она по витязево в общем вчера я насмотрелся рекламу это инферно решил что мне жутко надо посмотреть фильм люблю такой стиль как бы но это по рекламе я решил зря не читал на написание в общем поехали мы на киносеанс в общем в кинотеатре было только три человека которые смотрели этот фильм все фотографировались было круто пришел в домашней обстановке посмотрел фильм делать что хочешь никому не мешаешь фото в инстаграме кстати не забывайте подписаться на инстаграм юра ос в контакте и разроски одноклассники и разороски в фейсбук и разороски везде и разороски жду буду счастлив вам вот она парали выход все закрыли уже я не вижу отсюда по крайней мере ближайшем месте где-нибудь работающих точек вот этот мега меня ждите смотрят извините пожалуйста просто нету нормальных слов и эмоций этом преступление против нас российских жителей построили пирс по 150 рублей снимаем круто это бизнес детка это россия вот честно вот до той поры была водичка получается вот смотрите сколько получается метра это по три с половиной по четыре пролет то есть метров на 12 вода сдвинулась уровень упал и такая вот красотища ну будем двигаться дальше вот на заднем фоне аквапарк олимпиад тоже у меня о нем есть видео снимал он те горочки как они мне понравились а на меня волны набегают набегают так надо меньше вертеть камера то неудобно будет смотреть эти видеоролики в общем двигаемся дальше вот тоже люди гуляют собачкой кстати ожидаю видеть купающихся на центральном пляже я так не увидел тут что-то народу как-то еще меньше а хотя вот она рыба моей мечты впереди смотри сейчас вы увидите вот так вот у нас народ зависает типа романтик надеюсь что девушка подстелилась и что-нибудь под попу то все-таки железо прохладное двигаемся вот буквально несколько дней назад еще недельку здесь еще было ложки какие-то что-то кто-то продавал господи сколько людей тут просто пришли на море спят что ли вот еще кто-то в одежде правда в принципе тут она налечь полежать после хочу море здесь видите с этой стороны пирса ракушек практически нету как есть но сравнение с тем количеством которое было там можно сказать что их совершенно на этом чем посуды через неделю чем будет здесь можно даже попробовать сделать такое же обзорное будет видео но я уже думаю буду в куртке проходить этот проход как я скучаю по лету как я уставал летом постоянный недосып как я был счастлив куча общения куча знакомств новых людей интерес пиво очки отдых удался ну на заднем фоне видно наша анапа раньше торчало над анапой сейчас все приближе расскажу вот видите вот все было ответить о пока вот это вот а сейчас там все уже с ним сравнялась уже растет еще выше блин как я забыл как называется анапа океан что ли рядом с питьевым билетом находится старейшим в анапе это здание как она сейчас называется я уже честно сказать не помню стареем память портится но девушка с кофе он пришла тоже к морю с наушниками наушники просто походу висят молодец море водичка кайф чаще надо для счастья в этом мире не хватает только на жаре блаб жара с другой стороны было бы очень много людей и у меня уже рука затекла 26 минут съемки надо как-то делать покупать gopro вешать на грудь и ходить снимать чтобы не держать в руке будет полегче у меня просили юра сними 40 минут хотя бы видео раз в неделю чтобы насладиться морем вот я выполняю ваше желание главное чтобы записался звук всегда те ротка снимаю видео с микрофона переживаю по этому поводу о я дошел купающего все причем так нехило сейчас я дойду там плывет прям человек вот кому сейчас по кайфу но из моих планов я дохожу только до комариновского прохода еще нам идти на нас полкилометра точно вперед до жемчужинского прохода мы пройдем с вами таблеточки посмотрим что там будет впереди это еще на минут десять точно я иду неспешным сегодня шагом никуда абсолютно не спеша ну что хочу тоже раз уже вышел понаслаждаться этим воздухом вот ветер немножко прохладный солнышко прегревает у него правая сторона получается от солнца дорожка солнечный уже горит действительно очень тепло точно как хрустят ракушечки под ногами вообще очень красивый звук ну и наш не вижу пока кто это можешь или моржиня что говорить о сады вот они красивые все отдыхают кайфуют даже уже получается аквамарин собрал они вот от аквамарина осталась одна будка свой береговой попах вот одинокие такие будки витте в одном стиле соки мохито волды кто-то стоил для того чтобы закосить по ходу бабла и вот они остались на пляже никому не нужны уже значит их разберут на дрова летом и летом зимой о купаемся вовсю о девушка да видно не знаю какая температура воды конечно вот во всю плаваем купаемся идем дальше обожаю пустой пляж наверно в скором времени начну бегать либо по вечерам либо по утрам наверно все таки стоит если начну по утрам то я тогда смогу снимать раннее утро хотя бы так же по три минуты как летом вам ролики а то что-то начал набираться вес вот вроде бы стараюсь много не есть но честно как немножко больше стал есть работаю постоянно и все равно зима пришла организм пытается записаться по ходу калориями чувствует холода обещают еще это самую экстремально холодную зиму не надо походу заниматься опять бегом иначе лету я свои вещи опять не влазить не буду будет тяжело лазить по песку поэтому следить уже набрал получается где-то 44 даже наверно может пять килограмм 4 наносит мой данная красота вот как они все проходят ведь маленький пустое рапанчик красиво во всем стоит варёк покосившийся а дальше все здесь была территория жемчужины россии и ничего и никого здесь нету мой пахнет костюком кто-то где-то что-то разжигает в общем двигаемся дальше строго в сторону анапы представьте сколько да какая ширина пляжей витязева для много раз говорил каждом проходе выхожу посмотрите просто метров 200 точно есть по сравнению с пионерским проспектом то есть ну чем он дальше от витязева отходишь что тем пляж становится уже в сторону анапы я имею ввиду вот если уничтожить этот песочек то его просто море как а песок держит вот эти вот кусты получается если от кустов не будет выездят там на нивах всяких там и так далее то она нашему ширине пляжей ведь раньше вообще есть старые фотографии если поискать в интернете можете посмотреть как выглядела допустим пляжем чужиной россии вот спереди меня находится таблетка она стояла помню если не ошибаюсь метров за сто до берега то есть вот туда туда был еще берег вот а вот в воде под вышку это было как бы спасательная так понимаю вышках было две напротив каждой таблетки она тоже стояла на берегу она сейчас в воде стоит кому интересно посмотрите должны быть в интернете думаю фотографии я их по крайней мере видел но не помню честно где я видел или в журналах или в интернете но точно были я уже эту когда эти пляжи не застал раньше здесь какие-то еще бетонные были вот вдоль берега получается как лежаки типа ну место для отдыха я этого уже как бы юности детстве не застал и по крайней мере я уже особо не помню уже когда раньше ходил еще стояли трубы вот из этих в черную от которая получается внизу вверх мы на них залазили но года на четыре назад их поспиливали поубирали нужно начали угрожать своим падением очень не стало их сейчас мы идем смотрите жемчужина россии детский санаторий нас там вы смотрите гостиницы построены на его территории с море мы их можем наблюдать вообще молодцы с одной стороны дача дель соупа уявилась жемчужины вот тут уже гостиницы появляются вот так скоро хана придет из жемчужины россии как детскому санаторию раньше вообще был оздоровительный теперь развлекательный у меня это все радует как так тоже наши дети это вообще будет оздоравливать понимают деньги деньги потом будет все очень грустно тем более как бы нация не здоровеет не хватает в каждом городе по-моему наверно путину чтобы регулировать момент жизни нашей вроде все за спорт все это развитие здоровья у детей людей но происходят вот такие вот неприятные вещи как застройка детских санаториев разрушение перевод их из ряда лечебных порядок развлекательных так бы детки приезжали даже сейчас да почему те же самые детские дома не вывести самые санатории как бы детки здесь учились ходили на море здоровее были да не думаю что допустим очень многие бы родители отказались отпустить своих детей там с той самой чукотки где-нибудь где у нас сегодня по новостям уже там 60 сантиметров снега повыпадала чтобы они приехали здесь вот как я допустим в кофте ходили по море в обед занимались нам в школе как можно было бы раньше кстати были в школу чужие россии думаю очень круто было бы но было бы что говорить в прошедшем времени слагательном сосклонении когда у нас этого нет в общем мы наблюдаем такую картину вот видите кстати повтыкали вот эти вот флажки обо что можно пораниться это вот остатки тех лежаков о которых я вам говорил то есть бетонных металлоконструкций их помечали чтобы об них не порезался никто море вот было за вот этим бетоном то есть таблетка в этом году я там стояла в море сейчас или из-за ветра или из-за чего но вода отошла кстати вот не вижу металла из кучих людей хотя вот когда море отходит вот это место практически никто не искал еще металлоискателями можно ходить собирать монетки золото потерянное отдыхающими местными жителями время купания мне нравится вот зимой когда выйдешь что-то особенно после зимы я буду первая хорошая погода погулять ветра продуют и вот они вот так лежат монетки там всякая всячина походить пособирать прикольно интересно вот они видите остатки былых строений ну и вот эта вышка стоит раньше по детству начало весны вода еще холодная придешь с удочкой ну как удочка леска болтик крючок там же поймаешь возле нее получается креветку насадил и сидишься бычков ловишь мидии можно было наловить взяли тут же их наловили нарвали тут же костерчик распалили пожарили покушали вот тебе обед ужин и завтрак и потом к вечеру домой когда каникулы начинали в школе либо на выходные дни круто было вот так вот выглядит пляж мячужины россии раньше здесь был проход ходили со второй линии поселок сму-2 там был возле котельной все выходили вот здесь на пляж была зона но потом хозяева мячужины россии объявили о том что в связи с угрозами террористическими они закрывают проход боролись бодали с ним но у кого денег больше на том сила то есть закрыли вот просто закрыли проход к морю который всю жизнь люди ходили по нему просто взяли отрезали закрыли все нету так вот сюда выходили а теперь только получат либо на жемчужину либо в аквамарин и так же себе по быстренькому отрезали вот этот кусок пляжа здесь заборы устанавливаются людей пытаются выгонять отсюда хотя какое имеете право есть федеральные законы которые ограничивают строительство всякой лабуды как минимум 20 метров от береговой линии чихать я хотел короче на всех на них на том свете всем 2 на 2 больше не надо все увидим как получится о еще один смотрите кстати с красной крышей гостиница вас на территории жемчужины россии детские оздоровительные ваги круто море шумит успокаивает хватит возмущаться говорит живи себе тихо и спокойно тебе тебе хватает и хорошо какие-то тоже буйочки наверное тоже помечали все эти еще отголовки прошлого я кстати сам в детстве нарвался здесь меня волной кинуло на вот эти вот 4 вот это вот примерно вот в этом месте было где вот эти флажки красненькие торчат порезало мне коленки и потом мне зашивало и зашивало зашивали их в травме такое вот у меня небольшое воспоминание от этого пляжа и мы уже потихоньку приближаемся я что-то там вижу столько народу просто нереально много впереди я до туда практически иду то есть за эту таблетку еще метров наверное 150 как раз где эти люди находятся посмотрим что они там делают зачем их там так много вот статике все-таки хочется прямо что она побегать наверное надо начинать я помню всегда первые несколько дней там дня три вообще умираешь но потом втягиваешься даже в кайф становится такой заряд бодрости пробежки главное решиться как море море шумит тут уже столько людей столько следов попроходило многим удалось уже потоптаться после шторма поэтому здесь не так много всяких ракушек мы уже идем получается проходим где-то джунную Россию выход если не ошибаюсь сокола на море и вот она гостиница просто нет слов одни эмоции вот тоже видите возле таблетки опять вот эти вот штыри всякие торчат они тоже все помечены это как раз вот от тех лежаков которые раньше были на пляже какие заливались сваи видно как высоко торчит а мы раньше на них вообще с воды умудрялись запрыгивать залазить она уже хотя вот это вот уже видно скоро развалится постамент весь одна нога уже отвалилась недолг век ее остался существовать хотя может еще и меня переживет как минимум лет тридцать я ее только знаю так что таблетки кстати вот эти они были уже полуразрушены потом их восстановили это медпункты сюда были там еще раньше помню были души туалеты можно было прийти ну дети когда ходили на пляж то есть в души в туалет можно было сходить в общем советское наследие было вот таким вот следили бы так дальше все продолжали пользоваться этими благами ух ты ешкин кот там такая стройка вот прям за барханом сейчас вам покажу конкретное количество квадратных метров пытаются застроить пляжу залезу на таблетку где наши власти вот видите там один гостевой дом стоит тоже район жемчужной россии и вот смотрите плиту пытаются залить офигеть просто ху-ху ладно тихо не цени психуем я кстати по таблетке иду давайте дойдем ну посмотрим на нее точнее с нее на море вот так вот о красотень здесь спрятался еще от легкого ветерка вообще просто непередаваемые ощущения вам скажу такой кайф надеюсь я выполнил просьбу уже 44 минуты видео я еще не дошел вот я получается летом по аквамариновскому проходу аквамарина бегал ой летом летом в прошлом году до вот видите зеленая это селена стоит которая тоже захватила проход межлагерный построилась и дальше продолжает захватывать и вот за нее еще отобегал и бежал обратно у меня получалось три километра ух ветер поддувает повернем пошлите дальше чуть-чуть еще пройтись и по три где-то когда чуть больше четыре четыре с половиной вообще не знаю многие хотят в спортзал ходить еще куда-то я считаю море есть бег ну единственное что сушишься не мышцы подкачивать еще там купаются люди вот вода ушла все это выкинули как ногота свай которые торчали раньше забыл я себе ох кстати еще один красавчик тоже мертвый да ставим его море зимой в Анапе вот такой вот у нас будет кадр сегодня на заставке в Анапе витязево только заговариваю сам хотя прошу всегда всех не путать витязево и Анапу потому что это два разных места я считаю и по колориту и наполненности то есть отличаются очень сильно вот такая красоты творится здесь у нас осталось чуть-чуть это получается где-то выходы от жемчужины России да за жемчужиной России выход в море мы до него дошли как я вам и обещал дальше по ходу селена по ходу парус еще работают по крайней мере заборы стоят люди я больше чем верен гуляют которые отдыхают именно в этих санаториях там прям я отсюда вижу купающихся людей в количестве вон раз-два-три человека один выходит четыре тут где-то еще один плавал то есть вот пять-шесть еще купаются вовсю поэтому пятнадцатого октября сезон еще не закрыт ну а ко всем любимым подписчикам я продолжаю обращаться подписывайтесь на мой канал в инстаграме в ютюбе ставьте лайки также пишите мне вконтакте комментарии подписывайтесь на мою группу юра ос не забывайте что все вопросы которые вас отдыхают по поводу отдыха витязева всегда можете задать в нашей уютной комфортной группе витязева инфо то есть мы вас всех там ждем подписывайтесь пишите будем рады общению расскажем все что знаем о нашем поселке как вам лучше отдохнуть может что-то поможем с жильем в общем ждем вас всех на просторах интернета ну и до следующих видео пока пока